Привет, молодые люди, меня зовут Эрик Шоков, и сейчас сюда идет охранник, я должен успеть это сказать. Меня зовут Эрик Шоков, я это говорил уже. Короче, мы сейчас находимся в Киеве, снимаем ролик по вопрос-ответ. Это уже сотый выпуск, наверное, очень было много выпусков, охранник очень близко уже. Сейчас, пожалуйста, поставьте лайк, всем желаю приятного аппетита и просмотра. Так, давайте начинать. Если что, тот охранник, который проходил, он настоящий охранник. Я не знаю, почему он как NPC сейчас прошел, потому что он должен был нам что-то сказать. В общем, вопрос от очка Ливера11. Будет ли реализация паттернов на Саби Шоке, к примеру, на закалку и так далее? Да, она уже есть, я не знаю, почему ты это не заметил. Если вы хотите сделать калаш свой полностью синим, то вы это можете сделать, просто вписав свой сид. Ну, а также у нас вышло обновление, где вы можете сделать оружие с Татреком, наклеить любые наклейки, сделать на МТЭК и выбрать качество. И это все видят игроки. Можешь дропать, и это все могут люди поднимать и пользоваться. Поэтому всем желаю приятного пользования скинчейджера на Саби Шоке. Планируешь сделать интервью с Зевсом или с Сеней? Насчет Зевса нет, потому что мы туда едем в Харьков делать обзор его клуба, а с Сеней будет. Поедем во Львов, сделаем все красиво. Хоть он и давал недавно интервью Парри Мачо, но там был все-таки ролик про его жизнь, но не ответы на вопросы. Поэтому есть что еще спросить. Когда уже к Эвелону с вопросом о царе горы поговорим? Мы все помним. Я тоже помню. Вадим Эвелон, обращение к тебе. Ты говорил, что мы опубликуем царь горы, когда ты разбанешь свой твич. Твич разбанен уже как два месяца. Давай публиковать эту карту. Если что, это та карта, где ты спамнишься на Апплэнте, и твоя задача — отстреливать ботов. С каждым раундом ботов все больше и больше. И сложность этих ботов увеличивается с каждым раундом. Это шикарная карта, которая может быть в воркшопе. И публикация зависит от Эвелона. Чем раньше он это разрешит делать, тем быстрее она появится. Все потому, что это коллаборация с ним, и права какие-то, они у него. Молодые люди, я открыл свой телеграм-канал, и вы можете на него подписаться. Но не все. Около 40% аудитории. Вам будет показано 10 вопросов, и если вы ответите на 6 вопросов правильно, про меня и про Собишок, то вы получаете доступ к основному телеграм-каналу. Поэтому ссылочка на бота, который примет ваши ответы, есть в описании. А мы остановились. И очень странные звуки. Сколько людей в сумме работает на Собишоке? Сейчас, если взять и посмотреть количество модераторов и главных сотрудников, их около 150 человек. 150. Это достаточно. Сколько платишь налог за Бэху? Это очень удобно, но налог составляет 0. Все потому, что она куплена была в Грузии и растаможена тоже в этой стране. А по внутренним законам налога просто нет. Ну и как и страховки. Поэтому у меня появляется идея покупать все машины в Грузии. И просто их потом перевозить в страны, где я буду находиться. Во-первых, номера шок остаются. Это люто. И второе, потому что ни одна камера не видит эту машину. Это очень выгодно. Я тебе скажу так. Все зависит от финансов. Я уже, как и говорил во всех выпусках об этом. Это стратегически нам очень выгодно. Иметь команду, которая играет в CSGO составе. Это важно. Это нужно. Потому что это большая реклама с Абишоку. А тем более, если она будет еще и выигрывать, вы понимаете вообще, что это будет твориться? Поэтому, как только появится какое-то классное продолжение, когда у нас появится больше финансов, я это 100% сделаю. Надеюсь, киберспорт будет жить к этому моменту. Но это точно в планах. Как вы пришли к сотрудничеству с Team Fiend? Он мне просто написал, Эрик, го, работать. И я написал, да, давай работать. Все, на этом заканчивается. Все очень просто и легко. Мы ставим на их матчи, когда они нам говорят инфу, и мы зарабатываем на этом. Все. Ой, это нельзя было говорить. Будут коллабы со стримерами из Украины. Эвелон, Злой и так далее. Да, это планируется. Я хочу сейчас сделать буткемп в киберклубе, где мы займем 5-6 компьютеров и будем просто играть в Faceit. Из этого получится нарезка. Кого позвать? Наверное, Эвелон, Злой, Петрик, Ленин, это комментатор. И какого-то пятого специального гостя. Поэтому ожидайте, такой ролик планируется. Эрик, в Питер вернешься? В общем, какая ситуация? Почему я вообще нахожусь в Украине? Все потому, что у меня закончилась виза в России. Я гражданин Грузии, мне туда попасть невозможно. Мне нужно только там работать. А в России я не планирую работать. И делать рабочую визу тоже не планирую. Но, как только появится какая-то возможность, понятное дело, я туда перееду. Обратно. Ну а так, если у меня все будет так же, то следующая страна, где я буду жить через два месяца, это либо Польша, либо Германия, либо что-то подобное. Пока я не разобрался, меня устраивает Украина в целом от начала до конца полностью. Небольшая реклама интеграции. Сейчас мы на сайте ксфл. Я поставил 20 долларов на краш. И я заберу... Я не заберу, я слил на 1,22. Попробую поставить 40 долларов на тот же коэффициент. 1,49. Заберу на 1,30. Все, давай. Ладно, заберу на 1,49. Боже, как же хорошо, что я это сделал. И это не прогорело. Оставил 60 долларов на x2. И в краше я сейчас поставлю на 1,49. 10 долларов. И в джекпоте поставлю 10 долларов. Все, три ставки горит. Три ставки прямо сейчас. О, господи, как же хорошо. 119 долларов. Краша у нас 1,46. Когда нужно было 1,49. Ну, это вроде я. Да, это я. Шикарно. Я ставлю все, что у меня есть на синее. 28 долларов. О, господи, как же хорошо. Что происходит? У нас 177 долларов. А пополнение работает на этом сайте через кнопку пополнения, как бы это ни звучало. Вы просто выбираете способ. И вы вписываете свою сумму. Например, 29 долларов оплатить. Вас перекидывает сразу же на платежку. Ну, это был ксфл. Ссылка есть в описании. Ну, а мы идем дальше. Уже чувствую, как тебе не нравятся украинские дороги. Это по факту. Хоть и только что я отвечал, что мне все тут нравится, дороги нет. Если что, примерно то я получил после недельного передвижения на машине здесь. Очень плохо. К сожалению. Надеюсь, все исправится. Но кататься на низкой машине – отмена. Куда убрали топ игроков? Как теперь своим топ-1 любоваться? Да, чувак. Не все так плохо. Сейчас мы занимаемся статистикой. И туда пойдет очень много информации. Сколько карт сюрфа ты прошел? Сколько бы хоп-карты прошел? Какое дело? Время лучше на какой карте? Твои друзья насколько хорошо играют на этих картах? В общем, сейчас мы занимаемся статистикой, поэтому ожидай. И поэтому ты сможешь в***ться чуть позже своей статистикой среди друзей. Ты точно выпустишь через 10 лет видос, когда тебе еще ВЛС писали? Да, я попросил ВКонтакте мне написать в личку свои планы на 10 лет каждого человека, который меня знает, что потом, когда-то мы в жизни бы встретились, и он бы просто это вспомнил, мы бы посмеялись и сравнили его показатели. Что он планировал сделать 10 лет назад и что у него получилось в итоге. Мне кажется, это классная история. Главное, чтобы ВКонтакте не удалил эти сообщения. Таких человек, наверное, около 8 тысяч, либо 10. Какие успехи у Кибершока за рубежом? Оператор злого. Сколько будет zero? Два. А по-настоящему? Ноль. Ноль. Вот именно столько у нас успехов на Западе, в Европе, потому что мы этим не занимались. Возможно, все изменится. Наша цель это все изменить. Это по факту. Будет обзор буткемпа Инсилия. Как вы знаете, Рэйчел сейчас переехал со своей командой на буткемп в Киев. И Сэбишок проспансировал переезд и билеты. Мы являемся партнерами Инсилия. И поэтому я получил эксклюзивный договор на то, чтобы заснять буткемп на свой канал. Поэтому ожидайте. Я не знаю. Наверное, в течение двух месяцев это свершится. Мне интересно, что они смогли сделать. И надеюсь, у них появятся результаты. Как относишься к падению актива на канале? При полутора миллиона аудитории просмотрели, как набирает 300 тысяч. Не задумывался ли вернуться к лайфхакам? Лайфхаки вернутся в одном экземпляре, один выпуск. Но возвращаться к ним это нельзя, потому что это свое временное, такой кринжебл. Ну и плюс поднять аудиторию. А по просмотрам они очень хорошо набирают. При такой аудитории, на канале, которому 4 года, иметь 300 тысяч просмотров, это просто дико круто. Поэтому я максимально доволен. Это очень хорошие показатели. Мне интересно, а будет ли прокачка ПК в Украине? Как по мне, это будет забавно. Я не знаю, что здесь забавного, но она будет. Тот сетап, который у меня сейчас находится в квартире в Киеве, это все будет разыграно среди подписчиков. Точнее, подписчика одного. И еще. Этот человек выберется благодаря турниру какому-то. Поэтому готовьтесь, следите за социальными сетями, если вы из Киева. И совсем скоро что-то мы такое организуем. Точнее, как скоро. Конец октября. Когда создавал Кибершок, на сколько процентов был уверен, что все получится? Если быть честным, то это проявление Кибершока не первое. Если что, в 17-м году уже был проект Lifehackers. Еще был до этого Shockland, у вас все на экране. Эта история очень длинная. Когда я понял, как это все работает, что людям нужно и как это делать, мы открыли Сабершок. Это был вроде сентябрь 2020 года. Поэтому, могу сказать честно, в 17-м, 18-м году я не был уверен. Но уже в 19-м, когда мы поняли, что это рабочая тема, что если правильно ею заниматься, все получится. Наверное, на процентов 100. Но я доволен тем, что получилось. Результат просто вау. И перспектива просто огромная. Планируешь посетить Мажор осенью? Да, это максимально интересный контент. Это Мажор, это самый дорогой турнир. 2 миллиона долларов будет разыгрываться. Понятное дело. Но сами организаторы этого турнира не знают, где он будет проходить. Будет сначала была Швеция, потом что-то еще. В общем, если не будет никаких ограничений по пандемии, то 100% это просто жило шикарного контента. 100%. Дроп скинов для пермиумов остался? Или теперь они смогут только с миссии получать скин? Мы запустили миссии. И если выполняешь миссии, то можешь крутить альянту и выбивать дроп. Но дроп скинов остался, поэтому это x2 бонус. А цена за приемку осталась одна. Это реально халявная цена. 5 долларов, и ты получаешь море, море бонусов. Поэтому ничего не ушло. Будет ли развитие кибершока в сторону киберспорта? Свои турниры на хелтовой и так далее? Цель кибершока это развитие киберспорта. Пока что мы занялись этим в СНГ. Поэтому, понятное дело, все эти планы, все эти мысли, которые у вас появляются в голове, они появляются и у нас. И на самом деле это все должно быть осуществимо. И это является, опять же, нашей целью. Целью существования проектов. Почему постоянно BMW? Почему постоянно? Следующая будет Tesla. Когда режим клатчей и будет ли он вообще? На самом деле эта рубрика давно уже стала каким-то преддикшеном на будущее. Какая-то презентация обновь и так далее. Поэтому я продолжаю. Клатч будет. Это очень перспективный режим. Он очень интересен. Мы его переработаем и готовы будем опубликовать. Так что ожидайте. Это гарантированно будет. Клатчи, господи, как же я по ним скучаю. Они реально были хорошие. А почему убрали, я до сих пор не помню. Если что, клатчи это когда ты играешь обычный ретейк, только один в пять, один в три, один в четыре. То есть ты работаешь на себя. Ты должен быть как символ в каждой рауде. Будет ли что-нибудь, что поможет привлечь новых игроков без приемки? Это хороший вопрос. Я сам не знаю, что нужно сделать еще. Поэтому давайте как раз таки сыграем в такую игру. Напишите в комментариях, как правильно продвинуть Собиршок, чтобы привлекать больше и больше людей. Может быть, у вас есть друг, который не заходит на Собиршок. Что надо сделать такое, чтобы он бы зашел бы? Может быть, какое-то обновление. Может быть, какие-то тренировки отдельные. Может быть, объяснить ему, зачем тренироваться. То есть напишите вашу идею, стратегию, как продвинуться Собиршок. И лучшая идея, которая наберет большее количество лайков, и она будет умной, хорошей, стратегичной, то этот человек получит приемку на три месяца бесплатно. Как видишь свою глобальную цель? Это большой вопрос, поэтому я сел удобно. Мы сейчас в Киеве. Будем видеть весь Киев. Я не знал, что тут существует чертово колесо, но оно чертово существует. Глобальная цель. Я уже несколько лет, два года, занимаюсь Собиршоком, и на самом-то деле поставил огромные планы на него, огромные цели. И сейчас он является моей частью жизни. Моя цель – это пробиться не только в СНГ с этим проектом, но и по всему миру. То есть, если фиксировать, это сделать мировой продукт. На примере Собиршока. Это моя цель. И сейчас я к ней стремлюсь, как и мы сейчас, к высоте. А мы потом спускаться будем. А потом будем спускаться. Но на самом деле такова судьба каждого проекта – подняться и спуститься. Не все вечно. Как чертово колесо. Ты где-то начинал, где-то был на взлете, а где-то ты снова на старте. А уф. Ну и пока мы на самой пиковой высоте этого чертового колеса. Я предлагаю закончить этот ролик. Спасибо большое всем за вопросы. Я рад, что они интересны вам. Я рад, что вы попали на этот ролик. Я рад, что вы досмотрели этот ролик. Значит, я не какой-то там ноунейм. И вам интересно то, что происходит. И какие у меня планы. Какие у нас грандиозные на самом-то деле планы. Я надеюсь, что вы это будете поддерживать и следить. Я прощаюсь, но ненадолго. Посмотри мой ролик с пудкемпом Navi Junior. Он у тебя на экране. Просто тыкай и переходи. С тобой был я, Ярик Шоков. Не забудьте подписаться на канал и поставить лайк. Пока.